Дорогие друзья, меня зовут Руслан и вы на канале Самовар Китчен. Давно не виделись и снова мы вместе с вами. Сегодня готовим бургеры. Бургеры необычные, бургеры будут сочные, вкусные и очень крутые. Многие из вас любят бургеры, поэтому мы решили приготовить их на мангале, на решетке. Поехали. Какие у нас будут бургеры сегодня, друзья? Мы приготовим 4 вида бургеров. Будет классический бургер. Туда войдут яйцо, помидоры, соус, бекон и огурцы маринованные. Дальше будет бургер армянский. Он будет с баклажановой икрой, с бастургом и так далее. Тоже расскажем попозже. Будет бургер с брусничным джемом. Очень вкусное сочетание жареного с сладким. И будет мексиканский бургер острый. А также будет бургер для нашего главного дегустатора. Вы поняли, про кого мы имеем ввиду. Это у нас бургер, внимание, бургер Ричи. Ва-валя. Так что приступим. Готовлю костер и опять включаемся с вами в прямом эфире. Поехали. Поехали, друзья. Опять нас погода не радует. Блин, опять дожди какие-то, весна. Значит, поехали. Значит, готовим мы. Первый, начнем готовить классический бургер. Так, до этого мы возьмем котлету. Значит, смотрите, что я думаю, да, мое мнение по поводу бургеров. Значит, самые важные вещи в бургере, да, во вкусном бургере, чтобы у вас получился, это котлета и булка. То есть, это две составляющие, как бы, очень фактора. Котлету я сделал, покупаю PrimeBeef фирмы PrimeBeef, Воронежская область. И это супер котлеты. Объясню почему. Потому что здесь используется мясо зернового от корма. То есть, это, я в этом бургере сейчас вам покажу, могу сделать вам прожарку даже, как в стейке, понимаете. Поэтому я уже делал, я, ну, бургеров 100, наверное, приготовил, как бы, из этих котлет. Поэтому я вам крайне рекомендую покупать, если вы не хотите заморачиваться со своим фаршем, и то не факт, что у вас получится. Так же, как и у них, покупайте готовые котлеты от фирмы PrimeBeef, Воронежская область. Поехали. Значит, берем котлету. Значит, нам нужен перец, соль. Перчим и солим. Перчим и солим. С двух сторон. Сейчас мы делаем классический бургер. Так, раз. И так же здесь. Перец, соль по вкусу. Все, у нас готов, значит. Берем сыр чеддер. Мы на каждый бургер будем использовать три сыра, чтобы получилось так, знаете, вот, вкусно, по-домашнему. Раз, два и три. Так, мы сейчас сделаем заготовки, а потом я вам покажу, как это все делать. Значит, раз, два, три. Нам нужен помидор. Нам нужен будет помидор. Сочный, вот такой прям кусочек. Вот. Вот такой кусок помидора нам понадобится. Этот я съем. Дальше нам понадобится лучок. Сейчас, подождите, ребят. Вот так. Оп. Нам понадобится лучок. Это мы делаем на классический бургер. Еще раз напоминаю, ребят. Вот. Тоже мы сейчас нагрели, на мангале все это пожарим. Так, значит, что нам еще понадобится. Руква нам понадобится. И соус. Соус, значит, смотрите, соус очень простой. Кетчуп майонез. Кетчуп мес называется. Кетчуп майонез. Очень просто. Так, и яичко нам понадобится. И бекон нам понадобится. Что мы сейчас делаем с беконом, друзья? Так как у меня гриль, она такая с решетками, да, то есть не целая. Поэтому мы должны его как бы подготовить, чтобы не прилипло мясо. Давайте сейчас покажу небольшой лайфхак, как это делать. Жир придаст слой. Чугунной поверхности. И будем надеяться, что прилипать не будет. Вот так. Знаете, какая красотища. Ну а потом я съем этот бекончик. Горячо. Горячо. Бомба. Так, мы будем одновременно, друзья, жарить два бургера. То есть два в один заход и два во второй заход. Соответственно, сейчас мы тоже здесь приготовим сыр, чеддер. Второй будем готовить армянский бургер. Для этого нам понадобится сыр чеддер. Тоже три штуки. Возьмем суджука. Суджука возьмем. Я не знаю, на кусочках. Вот так. Три достаточно будет. Один съем сам. Надо же продегустировать. Супер. Так. Готов. Посолил все бургеры. Поперчил все бургеры. И начинаем. Переходим на костер идем. На огонь. Поехали. Поехали, друзья. Так. Поехали. Опа. Раз. Опа. Два. Так. Помидорчик. Лучок. Сразу переворачиваем. Сразу переворачиваем. Пока косим. Огонь сильный. Сделаем сбоку. Так. Сейчас пока жарится, я булки порежу. И тоже булки будем тоже греть на костре. Так. Домашних огурцов с огорода. Две штучки обязательно. Мы сейчас их там порежем. Огурцы, наверное, сделаем... Вот так. Сейчас. Вот так. Раз, два, три, четыре. Еще один сделаем. Готово. Так. Режем. Все делаем оперативно. Режем хлеб. Точнее, булку. Булка у нас бриошь. Бриошь. Самая вкусная булочка. Мать какая. Все. Ее сюда кладем. Так, ну что, нам нужно пожарить яйцо для бургера, который идет классический. Оп. Оп. Вуаля. Готово. Булочки переворачиваем. Ребят, бургер готовится очень быстро. Давайте посолим. И поперчим. Ну, это нам усмотрение, конечно, как вы любите. Все. Я немножко решетку убрал в сторону, потому что жар большой. Нам он сейчас не нужен. Котлеты дошли, помидоры, лук, все дошло. Сейчас будем собирать. Ждем яйцо и собираем первый бургер. И сразу же за ним собираем второй бургер, который армянский. Собираем первый бургер. Так, сначала, значит... Мы же забыли про сыр совсем, ребятки мои. Дорогие. А это делайте в следующем образом. Смотрите. Берем два огурца. Классическими собираем сейчас. Два огурца. Берем помидор. Сочный. Берем обжаристый лучок. Вот так. Так. Берем бекон. Так, три чедера. Раз. Два. И три. Все, и все это открываем нашим фирменным. Вот так. Ждем. Потом яйцо добавим. И все добавим потом. Пока подготовим, давайте булочку соус. Так, соус. Соус. Вот так. Достаточно. Сейчас мы сюда поставим котлету. Со всеми его помидорчиком, лучком. И закроем вторым куском булки. Бургер готов первый. Смотрите, какой сочный сыр расплавился. Сейчас яйцо добавим. Я делаю все руками. Вот так яйцо. И, соответственно, рукава. Вот так. Так. Также соус опять сгустел. Вот так. Первый бургер классический готов. Пожалуйста. Смотрите, какой сочный. Смотрите, как сок течет. Напоминаю, это сок, ребят. Это не кровь. Это мясной сок. Поехали готовить следующее. Собираем армянский бургер. Для этого нам понадобится два огурца. Три куска сучука. Сама котлета, соответственно. Сыр чеддер. Три. Пластинки. Вот так. Все это закрываем. Оп. Ничего страшного. Подаем огня сейчас. Все, ждем, пока распавился. Пока готовим булку. Для армянского бургера нам потребуется баклажановая икра. Берем ее. Вот так. Это очень сытный бургер получится. Вот так, баклажановую икру. В принципе, что еще у нас осталось? Мы в конце добавим лук жареный. И все. Ждем тогда. Идем к костру. Так, вот так. Дальше. Жареный лучок. И второй кусок булочки. Тоже, опять же, баклажановой икрой. Бургер армянский готов. Вот так. Так, сейчас, значит, мы будем готовить бургер мексиканский острый и бургер с брюшничным джемом. Поехали. Да, погодка не радует совсем. Опа! Опа! Еще и с рисунком. Так, сейчас мы будем, сейчас мы это готовим. Значит, я напоминаю еще раз, брусничный, брусничным джемом и мексиканский острый. С колопешками. Будет вкусно, не переключайтесь. Сегодня не будет рубрики спорт, потому что, блин, ребят, простите, бургеры, надо стоять, смотреть, это не получается. В следующем видео мы будем снимать обязательно рубрику спорт. А это для нашего главного дегустатора. еще раз. Все, готово к ответу. Сейчас начнем собирать. так, первым собираем. Мексиканский острый. Для мексикансову понадобятся огурцы. Маринованные халапешки. Так, кто как любит по остроте. Мексиканский острый. Вот так вот. Есть. Сыр чеддер. Сейчас поджарим лучок. На чеддер поставим лучок. Положим. Так, теперь, значит, брусничный будет самый... Не надо мешать вкусу. То есть, нам нужно получить мясо, то есть, вкус мяса и вкус джема брусничного, кисло-сладкого. Поэтому только сыр и ничего больше. Сыр, котлета и брусничный джем. Закрываем крышку первого. Мексиканского. Сейчас. Подождите. Вот так. Лучок потом добавим. Вот так. Так, пока подготовим для брусничного джема, для брусничного бургера. Булку. Все очень просто. Берем джем и так намазываем. Все, это для брусничного, это для мексиканского. Снимаем мексиканский с огня. Он готов. Так, а лучок, как и обещали на него. И мексиканский. Вот он, мексиканский у нас. Так. Значит, мексиканский тоже рукава добавим. Вот так. Мексиканский бургер, вуаля, готов. Мексиканский бургер. Вот он. Вот он. Вот он такой. Получился. Бургер с брусничным джемом. Бургер с брусничным джемом готов. Так. Все. Я все-таки лукаву добавлю чуть-чуть. Вот так. Опа. Бургер с брусничным джемом готов. Вот такая вот красота. Ну что, пойдем готовить самому главному нашему дегустатору Ричи. Его фирменный бургер. Ну что, миссия сегодня выполнена. Потрудились на славу. Погода нас любит, как обычно. Блин. Эти дни не смогли снимать. Было тепло. Сейчас опять дождь. Но мы сделали супер сочный бургер, ребят. Очень вам советуем. Давайте сейчас попробуем. Так, с какого начнем? Давайте попробуем, наверное, давайте попробуем армянский бургер. Армянский бургер с баклажановой икрой. Сейчас я вам порежу и покажу, что там получилось у нас. Опа. Смотрите. Какая красота. У нас дома не любят медиум, поэтому я сделал вот с хорошей прожаркой. И попробуем его. Супер. Баклажановая икра. дает изюминку этому бургеру. Просто бомба. Плюс сучук. Ричи, ты тоже хочешь? Сейчас твой остынет и тебя наполнит. Иди сюда, с этой стороны. иди сюда. Давайте накормим, видите, капельку соуса. Совсем чуть-чуть. Что ты будешь делать? Опа. Печи. Печи. Оп. Иди ешь. Приятного аппетита. А мы... Какой же бургер без пива? Друзья мои дорогие, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, поддержите нас новыми подписками, лайками, комментариями обязательно. Приготовьте такие бургеры. Это очень просто. Ничего сложного нету. Не обязательно на мангале. Можно приготовить это дома, на плите, на сковородке, то есть без проблем. Хочу выпить за вас. Давайте ваше здоровье, друзья. Болейте. И до новых встреч. Скоро будет новое видео. Пока-пока. Мы пошли кормить детей, семью. Пока. Спасибо. Ох... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok